Он скажет, я возжелал бы, я возжелал бы усердно работать в своей жизни. И лишь тогда он поймет, что истинная жизнь – это жизнь вечная. Не этот временный и ничтожный мир, в котором он был занят. Этот мир является тюрьмой для верующего. Верующие – это те, кто стремятся к Аллаху, те, кто жаждут рая – это и есть верующие. Являетесь ли вы одним из них, братья и сестры? Если вы мечтаете о рае, тогда вам нужно трудиться ради него. Неужели вы довольствуете с мирской жизнью? Ведь мирская жизнь по сравнению с жизнью следующей ничтожна. О люди, усердствуйте ради будущей жизни. Ибо поистине я видел в своей жизни, что кто бы не усердствовал ради будущей жизни. Он получал и этот мир. Этот мир шел за ним, он бежал за ним. Но я не видел никого, кто бы трудился ради мира этого и получал бы хотя бы малую часть из жизни будущей. Мы живем в таком месте, которое не является собой самоцель. Наоборот, оно является средством достижения цели. Это место является временным и существовать оно будет до наступления вечности. И это место известно нам как Дунья. Место взлетов и падений, по которому гробы Аллаха, Свят Он и Велик, проделывают путешествие к Аллаху, Свят Он и Велик. И такова реальность нашей жизни здесь. Мы проделываем путешествие к Аллаху, Свят Он и Велик. И Аллах, Свят Он и Велик, ясно описывает это путешествие в Своей книге. Он Свят Он и Велик говорит, «Иннека кадихун иля раббика кадхан фамулаких». Аллах Велик. Аллах сравнивает наше путешествие к Нему с фермером, который тяжело трудится под палящим солнцем, со своей киркой, пашущей землю с целью посадить что-то и надеющийся получить урожай. Братья и сестры, у меня есть вопрос к вам. Что вы желаете? Что вы хотите? Чего вы хотите достичь? К чему вы стремитесь, братья и сестры? Что это то, чего вы так жаждете? Что это то, к чему вы стремитесь? Что это? Задайте себе эти вопросы. Какова ваша жизнь? Какова ваша цель? Желаете ли вы иметь прекрасную жену или великолепного мужа, пользующийся популярностью, на которых все будут заглядываться так, чтобы вы могли показаться с ним или с ней? Желаете ли вы прекрасный особняк или много денег? Это то, чего вы хотите? Или вы хотели бы достичь надежной жизненной карьеры? Вы об этом мечтаете? Вы мечтаете о роскошном жилье, земле или, возможно, однажды купить себе остров в собственность? Вы мечтаете о славе, популярности и удаче? Вам не хватает всего этого? Вам не хватает всего этого, если это все то, о чем вы мечтаете, к чему стремитесь и чего жаждете? В таком случае, мои дорогие братья и сестры, вы обманулись. Вы обмануты этой жизнью, всеми ее богатствами и красотами, потому что это красота, которую вы видите перед собой. Аллах описал ее в Коране как цветок, произрастающий из земли. Он поливается дождем, после чего расцветает. Цветок этот, имеет приятный аромат. И выглядит прекрасно. Но все это продолжается около месяца или даже меньше. И затем он внезапно начинает видать. И больше не привлекает ваше внимание, как будто он и вовсе не существовал. И снова превращается в почву и пыль. Эта любовь к мирской жизни и есть то, что разрушает абсолютно каждого из нас, находящегося здесь. Особенно человека, который стоит перед вами. Нет, брат, упаси Аллах, я не люблю богатство. Аллах говорит в Коране. Вы любите богатство безмерной любовью. Аллах говорит, воистину вы любите богатство. Мы гонимся за тщетным. Мы цепляемся за то, что исчезнет. Мы схватились за то, что уйдет в никуда. И это убивает абсолютно каждого из нас. Знаете, я был в хадже в этом году. Хвала Аллаху, я уже практикую религию. Не знаю, как долго. Я посещал лекции, находился со своими шейхами. Но все-таки даже в день Арафа я старался, неимоверно пытался прослезиться, чтобы вышла хоть одна слезинка. Ну хоть что-то. Но ничего. Потому что это сердце только на это и было способно. И это сердце, вместо того, чтобы наполнить его любовью к Аллаху, я наполнил его любовью к этому миру. Теперь уже наступило время для вас, мои братья и сестры, чтобы взять эту ответственность в свои руки. Наступило время вспомнить аят Аллаха, Свято-Навелик из Суры Покаяния, где Аллах Свято-Навелик говорит, что говорит Аллах, о те, которые уверовали, что не так с вами. Когда кто-то вам говорит, идите на пути Аллаха, боритесь на пути Аллаха, вы начинаете колебаться и припадаете к земле. Неужели вы довольствуетесь этой мирской жизнью? Ведь приходящая мирская жизнь по сравнению с жизнью следующей ничтожна. Мои дорогие братья и сестры в исламе, если вы предпочтете эту мирскую жизнь, будущей жизни, клянусь Аллахом, Аллах опозорит нас в этом мире и Он не избавит нас от этого позора, пока мы не вернемся к Нему. Мои братья и сестры в исламе, неужели вы не видели, как Аллах опозорил тех людей, которые предпочли мирскую жизнь следующей? Какой позор! И разве вы не видели пример тех людей, которых Аллах облагодетельствовал, которые предпочли вечную жизнь этому миру? Хасан-Уль-Басрида, помилует его Аллах, говорит в одном из своих прекрасных преданий «О люди, трудитесь для вечной жизни!» Поистине я видел в своей жизни, что кто бы ни трудился ради вечной жизни, он также получал и блага этого мира. Этот мир идет за ним, этот мир бежит за ним, но я не видел никого, кто трудился бы для этого мира и получил бы хотя бы частицу из жизни вечной. Спросите себя, ради чего вы тратите больше всего свое время? Как говорят ученые исламы, поистине любовь к этому миру и любовь к миру вечному словно чаши весов. Когда одна чаша давлеет, вторая легчает, когда вторая давлеет, то первая легчает. Мои братья и сестры в исламе, если наш пророк, миром и благословением Аллаха, был бы сегодня здесь и сказал бы «О люди, идемте со мной, следуйте за мной, ради того или иного дела». Что бы мы ответили посланнику Аллаха, миром и благословением? Аллах говорит в Коране «Знай, пойми, признай, изучи это, пойми это, всегда осознавай это». Знай, что это мирская жизнь. Это всего лишь игра, ипотеха для тебя, украшения, состязания друг с другом, чей дом будет лучше, чья машина будет более быстрой, кто сможет выглядеть самым наилучшим образом, у кого будет больше денег. Аллах говорит «Состязания друг с другом, сводится мирская жизнь, каждый пытается переплюнуть другого в гонке за тем самым заветным креслом, да, это жизнь вызов, вызов друг другу». И люди в этой жизни любят иметь много денег, много детей, чтобы иметь сильную опору, «Эта жизнь расцветает ненадолго, потом угасает, мои братья и сестры. Если это то, чего вы так жаждете, к чему стремитесь, чего ждете, о чем беспокоитесь, то, к сожалению, я должен сказать, что вас постигла большая неудача, потому что, когда вы умрете, мы все умрем, вам придется все это оставить здесь». Причисто Аллах. Это все останется здесь, после нас. Что говорит Пророк, мир ему и благословение, в хадисе «Обучая нас, обучая меня и вас»? Три вещи последуют за вами после смерти. Его семья, его имущество и что еще? Его религия, его деяния, его дела, будь то хорошие или плохие. Две вещи вернутся обратно. Посмотрите на всю его семью. Мои братья, моя мама, мой отец, моя жена, мои дети, самые ценные люди для меня, самые любимые мои. Неважно, как сильно они тебя любят. Неважно, насколько они заботятся о тебе. Что произойдет? Они придут, последуют на похороны, немного поплачут, и что будет дальше? Как долго они пробудут с тобой в могиле? Они поместят тебя в могилу, пробудут там час, два, а что дальше? Они уйдут. Неважно, как сильно они тебя любят. Они уйдут, они оставят тебя. Твоя жена, возможно, снова выйдет замуж, твоя мама забудет о тебе, твои дети. Жизнь будет идти своим чередом. Но что останется с тобой? Что будет сопровождать тебя в качестве подарка, благодати, в этой жизни следующей? Эта вера остается с тобой, спасает тебя в могиле, спасает тебя на мосту, спасает тебя в судный день. Но твоя семья, хоть ты и любишь их, да, ты осознаешь их ценность, у тебя есть привязанность к ним, но все они уйдут. А твое имущество? Насколько сильно мы трудимся ради денег? Если человек теряет 10 тысяч долларов, что происходит с ним? Вы когда-либо видели человека, который потерял 10 тысяч долларов? И что же? Он пребывает чуть ли не в обморочном состоянии. Люди умирают на фондовых биржах. Так ведь? Люди умирают. Они услышат новость о том, что потеряли 1 миллион долларов, и все. Смерть. Он умирает на месте. Почему? Он сильно трудился ради этих денег. Вы когда-нибудь видели человека, плачущего в мечети? Что не так, брат? А он в ответ, я пропустил утреннюю молитву. Он плачет в мечети. Почему? Потому что пропустил молитву Фаджр. Ну и что? Если вы теряете ребенка, люди понимают. Если вы теряете машину, люди понимают. Но вы пропустили утреннюю молитву в мечети. Вот в чем дело. Меньше 1% из общины посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в наши дни совершают утреннюю молитву в мечети. А что сказал посланник Аллаха, мир ему и благословение? Он сказал, если бы люди только знали то вознаграждение за совершение утренней и ночной молитв в мечети, то они пришли бы ползком, на четвереньках. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, предупредил нас, говоря об этом мире. Этот мир зеленый и прекрасный. Аллах Святой и Велик наложил на вас ответственность в этом мире. Знаете, что это испытание? Что сказал пророк, мир ему и благословение Аллаха? Берегитесь этого мира. Не дайте мирской жизни обмануть вас. Не дайте этому миру обхитрить вас. Но каждый, зная про это, все же приводит оправдание. Просишь человека пойти в мечеть, вернуться к Аллаху. Но нет, они все время твердят одно и то же, говоря, что нет времени, я занят. Что значит, у тебя нет времени? Что значит, у тебя нет времени? Ты ведь для этого и сотворен. Для этого ты здесь. Смысл твоего существования – пройти это испытание верой. Ты здесь ради веры. Я сотворил джиннов и людей только лишь для поклонения мне. Ты здесь для веры, а ты говоришь, что занят. Что говорит Аллах Святой и Велик в Коране? Никогда, никогда не позволяйте, никогда не позволяйте своим детям или своему имуществу стать причиной вашей занятости от поминания Аллаха, Святой и Велик. А те же, кто поступит таким образом, воистину, они потерпевшие убыток. Давайте будем честны с собой и оглянемся вокруг. Какое главное оправдание каждого? Брат, честно, я очень занят. Занят, занят, занят. У меня нет времени на религии, у меня нет времени на Коран, у меня нет времени прийти в мечеть, нет времени для изучения религии, нет времени для дауата, нет времени, нет времени. Неужели вы не слышали Слов Всевышнего? Разве вы не слышали этот аят, когда Аллах предупреждает, никогда не допускайте, никогда не позволяйте вашим детям и вашему имуществу отвлекать вас от поминания Аллаха, Святой и Велик. Если вы поступите так, то воистину вы потерпели убыток. Аллах не нуждается в кому-то ни было из нас. Это мы нуждаемся в Аллахе. Это мы нуждаемся в том, чтобы Аллах помогал нам, поддерживал нас и наставлял. О рабы Аллаха, это Аллах Святой и Велик, Который сказал в хадисе Кудси, «О сын Адама, поистине ты совершаешь грехи днем и совершаешь их ночью, и это Аллах Святой и Велик, Который прощает все грехи. Так проси же прощения за свои грехи и верь, что твои грехи прощены». Аллах Велик. Это Аллах Святой и Велик, Который говорит, «О сын Адама, если ты все время грешил, то вся твоя жизнь полна грехов, настолько огромного количества, что они достигают поверхности небес». Представляете, какое множество грехов человек должен совершить, чтобы заполнить всю атмосферу, в которой он живет? Аллах говорит, «Если вы согрешили так много, тогда просите прощения у Аллаха Святой и Велик, и Аллах простит тебе твои грехи, и это не составит для Него никакого труда». Аллах Велик. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok